Дорогие братья и сестры, мир и благодать всем! У нас тема «Я вас избрал». Существует много причин, почему то или иное предприятие или бизнес становится успешным. Основная причина – это персонал, это люди. Даже один известный советский деятель и как-то сказал – кадры решают все. Это мир бизнеса, который живет по своим законам, правилам, хотя очень многие заимствованы в списании, и мы знаем об этом. Что обычно делают руководители предприятия, когда его подчиненные работники не исполняют, ради чего он их нанял? Ну, кого-то он может уволить, либо отправить на повышение квалификации, нанять новых людей. Ну, довольно простая идея у него – он хочет получить результат. Ради чего он их взял, ради чего он их принял, ради чего он их нанял? Когда мы приходим к Церкви Божией, то мы читаем неожиданное слово из 1-го послания Петра, из 2-й главы, стих 9-й. Петр говорит, но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Не мы придумываем, чем нам заниматься. Сам Господь Иисус формирует и определяет нас на служение, давая четкое повеление, давая понятный план, давая свои принципы и давая свою стратегию. Как мы читаем в Послании к Эфесянам, глава 2-я, стих 10-й. Ибо мы – Его творение, Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы – Его соработники. Он – наш Господин, Он – наш Сутья, Он – наш Работодатель. И мы сегодня прочитаем тот текст, который горит в моей душе и не оставляет меня на протяжении уже нескольких лет. Текст из Евангелия от Иоанна. Полагаю, что у нас всех есть Библия, и можем открыть их, чтобы прочитать это Божье Слово и поклониться Богу в этом чтении текста святого. 4-я глава, 17-го стиха по 20-й. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галерейского, Он увидел двух братьев Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающий сети в море. «Ибо они были рыболовами» и говорит им «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами людей» или «человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Вот такой известный текст. В этом тексте мы видим три ключевых характеристики нашего избрания Христом для служения. Во-первых, избраны, чтобы оставить. Господь Иисус призвал своих первых учеников, чтобы они оставили свою прежнюю жизнь с их планами, ценностями, устремлениями, грехами и пороками. Они теперь станут проповедниками Божьего Царствия, они станут сотрудниками Божьей благодати, они станут соучастниками радости неба для того, чтобы стать последователем Христа, стать его учеником. Войти в настоящую жизнь нужно оставить свою прежнюю жизнь, свой прежний образ жизни. Необходимо пережить личное покаяние, личную метаною, личное обращение ко Христу, ко Господу и Спасителю, личную встречу с Ним, взять свой крест, последовать за Ним. Необходимо услышать голос Его, зовущий тебя лично. Не случайно Господь Иисус говорит, мы читаем Иоанна 10 глава, «Овцы слушаются голоса моего». И поэтому наш текст начинается в 17 стихе со слов о Царстве Божием и о покаянии, чтобы войти в Него. Необходимо услышать Божий призыв, личный голос Божий к тебе через страницы Писания, через Слово Евангелия, через тихую работу Духа Святого в своей душе. Не так давно я разговаривал с одним человеком, с одним молодым юношей из одной церкви. Он активно занимается служением. Когда он довозил меня до дома, я задал ему вопрос, расскажи, пожалуйста, о своем покаянии, расскажи, пожалуйста, о своем возрождении. И он испытал замешательство. Он сказал, я не знаю, о чем вы говорите. Я вырос в церкви, я вырос в христианском доме. Вот я так шел, меня просили помолиться в церкви, я помолился. Мне сказали, например, крещение. Я принял крещение. Но что такое возрождение? Я не знаю, что это такое. Писание довольно ясно говорит, Римлянам, глава 8, стих 16. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Получается, что этот человек просто нес религиозный труд. Не познав Божьей благодать и не испытав подлинной радости обращения, такой человек может однажды услышать страшные слова, которые мы читаем в Нагорной проповеди. Помните, Иисус говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас». Друг дорогой, если ты не пережил рождение свыше, если ты не знаешь, что это такое, то необходимо обратиться к Богу и искать настоящее общение с Ним. Не быть просто частью религиозного собрания, не быть просто частью, формальной частью церкви, но быть сердцем своим. Ведь христианство – это не просто новый образ жизни, правильный вид одежды. Христианство – это радикальная перемена сердца. Радикальная перемена сердца так, что я не просто правильно думаю или правильно говорю, я живу ради Божьей славы. И причина, по которой я прихожу в церковь – ради Бога. Причина, по которой я иду на служение – ради Бога. Не того, чтобы кого-то не обидеть, кого-то не оскорбить, чтобы кто-то про меня плохо не подумал. Цель и мотив моей жизни – Бог один и Его слава. Если Христос не стал для тебя всем и все во всем, если он еще не смысл и цель твоей жизни, тогда настоящая жизнь проходит мимо тебя, и тебе она еще неизвестна. Иисус призвал учеников своих первых, когда они были за своим привычным, обычным занятием. Они просто рыбачили, они пытались скормить свои семьи, они просто мечтали о каком-то перспективе своей будущей, у них были планы, какие-то свои идеи, намерения, но призыв Господа ворвался в их обычную жизнь и заставил переоценить, пожертвовать всем, что у них было, ради того, чтобы откликнуться на этот зов. Настоящая вера, настоящая жизнь, она будет стоить очень дорого. Она будет стоить на самом деле всей твоей жизни, всего твоего, что есть у тебя. Мы не приходим к Богу, чтобы Он просто подлатал нашу неказистую жизнь. Мы не приходим к Богу, чтобы Он сделал нас лучше, помог нам решить какие-то проблемы, помог бы нам реализоваться в нашей жизни. Мы приходим к Богу и отдаем себя полностью и живем ради Его целей и ради Его самого. Мы покоряем свою жизнь Ему полностью. И когда мы обращаемся к Нему, то у нас появляются новые интересы, новые желания, новые ориентиры, новые стремления, мы оставляем прежние увлечения, идеи, мысли, планы ради одной цели и плана прославить нашего Господа. И мы подобно этому купцу из ясно-евангельской притчи готовы отдать все, продать все ради этой жемчужины, ради Христа Спасителя. Он сам сказал как-то, мы читаем Евангелие от Луки, глава 14, стих 26, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». У настоящего ученика Христа есть только один генеральный план прославить своего Господа и прожить ради Его славы, исполняя Его волю. У нашего братства богатая и удивительная история. История, написанная кровью и страданиями нескольких поколений. И это вовсе не значит, же сегодня нам нечего записывать и негде служить. Сегодня в наше время Господь ищет себе верных людей, которые готовы стать тружениками на Ниве Его, живущими для Его славы. В наше время, где еще более 500 городов не имеют поместных церквей, век урбанизации, век мегаполисов, нам нужно иметь действенное присутствие в больших городах, нам нужны миссионеры для больших городов сегодня. Ты можешь стать таковым человеком. Оставить, оставить свой прежний образ жизни, это значит оставить всякий грех, мешающий моему движению вперед. Посланник евреям, главе 12, в первом стихе мы читаем, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Грех – это то, что меня обкрадывает. Любой, абсолютно любой грех, даже маленькая неправда, его не только обкрадывает, он еще и разрушает не только мою жизнь, но и тех, кто рядом со мной. Люди любят пиво, алкоголь, постепенно пробивая свои почки, приобретают проблемы с весом тела. Люди ведут беспорядочную половую жизнь, получают всякого рода венические заболевания, лишают себя радости семейной жизни, радости родительства. Люди гонятся за богатством, популярностью, славой, теряют себя, свои души, нравственность, отношения. В конце концов, люди смотрят сегодня молодые порнографии в интернете, превращая себя в озабоченных наркоманов, похоти, разрушая свой взгляд на мир, на семью, лишая себя моральной силы проповедовать живого Христа. Ты не проповедуешь, друг, потому что грех закрыл твои уста. Однажды один брат подошел побеседовать ко мне с такими словами «Не могу радоваться жизни, не испытываю счастья, как-то все очень тускло, как-то грустно мне в церкви, испытываю тревогу». Я спросил у него, что он делает для того, чтобы изменить ситуацию. Он сказал, что он видит, что в церкви много лицемеров, никому не может довериться, открыться, пробовал ходить в пару других церквей, поменял свою домашнюю группу изучения Библии, имел даже душеведческую беседу с одним пресвитером, но ничего не изменилось. В его словах было все очень понятно. Апостол Паев в 2-м послании Коринфянам, главе 7-й, говорит, «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Посмотрел ему в глаза и сказал, «Ты готов раскаяться в своем грехе?» Он подскочил, и прям с криком воскликнул, «Кто сказал тебе?» Я сказал, «Ты сказал сейчас, потому что если ты с Богом, то радость святая будет наполнять твою душу. Если ты послушен Богу, тогда утешение Христово будет с тобою. То, что ты говоришь, это признаки греха». И он исповедовался в блуде, которым жил уже продолжительное время. Друг мой, что тебе еще мешает сегодня эффективно двигаться за Христом? Какие препятствия у тебя? Итак, избраны, чтобы оставить. Второму методом тексте избраны, чтобы последовать. Все люди, абсолютно все люди, они идут за кем-то или за чем-то. Даже ничего не делание, это все равно некое следование, своего рода следование за чем-то. Понаблюдая за жизнью кого-то из нас, любого человека, можно понять, ради чего он живет и к чему он стремится. Итак, последовать за Христом, это значит иметь четкое направление для своей жизни, настолько четкое и определенное, так, что окружающие нас люди поймут, куда мы идем, так, что родные наши поверят, что мы христиане, так, что друзья увидят силу Евангелия в нашей жизни, так, что знакомые не останутся равнодушными по отношению к нам. Им будет вполне понятно, куда мы идем, ради чего мы живем, куда мы движемся. Апостол Павел очень ясно говорит в послании 2 Коринфянам, ибо мы Христово благоухание Богу спасаемых и погибающих. Это характеристика верующего человека, это реальность его жизни. О чем думают твои соседи, о чем думают твои родители, родственники, близкие, дети, когда смотрят на твою жизнь? Апостол Павел говорит, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Галатам, 2 глава, стих 19. Ибо от избытка сердца говорят уста, если в моем сердце есть любовь и жизнь со Христом, то мои уста не будут молчать. Последовать значит иметь поступательный, неизменный прогресс этого движения. Каждый Новый год приносит мне возможность увидеть и оценить, насколько Бог помог мне преобразиться в Его славный характер. Царство Божие имеет свойство расти, Бог призвал нас меняться, становиться более похожими на Христа. Дух Святой постоянно трудится в нас. Мы можем видеть духовный рост, если мы пребываем во Христе. Ужасно с годами становиться хуже. Значит, не Слово Божие действует во мне, но просто моя плоть. Что достиг ты за последнее время? Какой рубеж взят к этому конгрессу? Что изменилось принципиально в твоей жизни? В чем ты стал более похожим на Христа? Движение вперед. Это означает, что мне нужно будет отказываться от чего-то в этом процессе. Что будет мешать моему движению? Подобно, как космический корабль, чтобы выйти на орбиту, оцепляет от себя ступени, помогающие ему двигаться дальше. Это говорит о самодисциплине, о посвящении, о верности призванию, как и прекрасно пишет апостол наш своим первым посланникам Коринфянам. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим самому, не остаться недостойными. Отчего, друг мой, за последнее время ты отказался ради Христа? Что ты исключил из своей жизни ради того, чтобы у тебя было больше времени служить Ему? Зная одного брата, который недавно постился и молился, чтобы Бог освободил его от социальных сетей, чтобы у него было время для большего чтения Божьего Слова. Помните, как сказал Господь Иисус в Иоанн Галитаре, 15 глава? «Всякую приносящую плод ветвь очищает, Бог очищает, чтобы боль принесла плода». Господь очищает нас с помощью испытаний, страданий, поражений, потерь, дисциплины, скорби. Это очищение не всегда приятно и очень болезненно. А очищение нашей личной жизни, брака, семьи, церкви, это всегда важно, потому что оно производит большой плод, больший плод для Божьей славы. Последовать – это значит оставаться послушным Богу, даже это, если непросто. Послушание – это не просто решение в момент покаяния или исповедание моей веры. Это ежедневное решение, которое я принимаю, выбирая послушание Христу в любой ситуации. Писание полно примеров, очень известных людей, но которые были непослушны. Давид – грех с Версавией, Соломон – многочисленные языческие жены, Петр, апостол Петр – лицемерие с иудействующими. Именно поэтому Библия говорит, нам надо быть верными. Интересно то, что раньше, во время моего дедушки, говорили о хорошем брате, что это покорный человек Богу. То сегодня мы говорим обычно, либо любит Бога, либо посвященный. И это есть разница. Один отдал себя полностью, покорившись Христу, а другой просто посвящает себя на время проектов, не всегда покоряясь во всем. И третий пункт. Третий пункт очень важный. Самый главный здесь. Мы избраны не только для того, чтобы оставить. Избраны не только для того, чтобы последовать. У нас есть четкая цель, зачем мы избраны. И даже более того, не просто цель. Меняется наша сущность, природа, наша причина существования. Иисус говорит, я вас призвал, чтобы вы шли за Мною, чтобы вы стали ловцами человеков. Это будет цель и смысл вашей жизни. Ради этого вы будете просыпаться и дышать. Ради этого вам стоит дальше жить. Он избрал их не просто, чтобы они были, но чтобы они кем-то стали. Он довольно ясно идентифицирует и указывает на их сущность. Быть ловцами человеков. То есть быть людьми, через которых Бог будет спасать других. Ради этого теперь они будут жить на этой земле. Ради этого они будут существовать. И здесь я хочу небольшую вам такую, знаете, памятку дать нам всем. Вот там есть у меня один товарищ. Знаете, мне приходилось трудиться в разных церквях. И большинство наших хороших традиционных церквей, к сожалению, заболевает одной болезнью. Болезнь так называемого институционализма. Это когда мы озабочены тем, как мы качественно проведем воскресное богослужение. Когда мы озабочены тем, как мы впечатлим друг друга своими, может быть, проповедями. Когда мы озабочены тем, как мы там смотримся внутри себя. И в тех церквях, где мне приходилось трудиться, я просил братьев делать вот такие вот силуэты. Иногда они были наполовину, иногда они целые. Если в церкви никого не было по имени Федор, я называл обычно этого силуэт Федя. Но, может, в зале у нас уже есть Федор, поэтому не подойдет. Где-то называл Васе, но в церкви, когда появилось много Васильев, приходилось менять на Федора, потом на другое имя. Это на самом деле человек, за которого ты не молишься. Это человек, которому ты не свидетельствуешь. Это человек, которого ты даже не пригласишь к себе домой или на какое-то мероприятие. Это просто, может быть, безымянный человек, а может быть, твой сосед. Это, может быть, твой начальник, которого ты боишься, но явно не любишь и не молишься за него. В лучшем случае, чтобы Бог дал ему наказание за твою маленькую зарплату. Неизвестно, кто это. Ты знаешь этого человека хорошо. Но Иисус здесь говорит, я избрал тебя, чтобы ты шел за мною, и я тебя сделаю ловцом человека. Нам важно вот такие силуэты условно или даже материально ставить в своих церквях и говорить, вот этот человек должен здесь сидеть. Мы занимаемся много чем угодно, но не занимаемся самым главным, ради чего мы оставлены Богом на земле. Ради чего ты оставлен Богом на земле, я оставлен Богом на земле. Ради чего Иисус умирал, чтобы тебя изменить, тебя возродить, тебя спасти. Чтобы ты и я были ловцами человеков. Если ты не ловец человеков, брата и сестра, ты не можешь быть учеником Христа. Он сам сказал, кто хочет идти за мною, это Марк 8 глава. Отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, то потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Позвольте сказать более прямо тебе, если ты не ловец человеков, то ты не христианин. Ты не живешь настоящей жизнью. Если же ты христианин и не ловишь человеков, значит ты весьма непослушный христианин. Непокорный христианин, который Бога не любит так, чтобы жить ради Евангелия Него. Который не исполняет свое предназначение и не живет в соответствии со своим избранием, потому что избранный, чтобы стать. Кем стать? Ловцом человеков. Не для того, чтобы тебе было хорошо в здании церкви. Не для того, чтобы ты пел очередной гимн в хоре или где-то еще. Но чтобы ты, лично ты и я были ловцами человеков. Иисус сказал, идите за Мною. Другими словами, если я иду за Ним, тогда Он меня меняет. Если я не меняюсь, значит я не иду за Ним, либо непокорно иду. Если я иду, то я стану, потому что Он пообещал, идите за Мною. И Я сделаю вас ловцами человеков. А Он не слабый, Он не врет и не обманывает, Он говорит правду. Я сделаю тебя ловцом человеков. Можно даже здесь больше сказать. Мы говорим в народе, с кем поведешься, от того и наберешься. Если ты ходишь со Христом день за днем, значит ты будешь пылать страстью спасать души людей. Потому что наш Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Потому что наш Бог послал Своего Сына на крест Голгофы. Потому что наш Бог не прекратил слышать. Или как говорит Исаия, дверь спасения не закрыта, его рука не сократилась, чтобы спасать, ухо не тяжелело, чтобы слышать. Это значит призыв тебе и ко мне. Настоящая жизнь это когда Бог меняет тебя. К сожалению, мы стали думать, что ловец человеков это тот, кто участвует в каких-то евангельционных программах, проектах, концертах, рекламно-трактатным методом, убегает на улицу, что-то раздает и говорит, это хорошо и это правильно. Но это не всегда есть ловец человеков. Потому что такой взгляд может украсть у меня понимание Евангелия. Может опустошить мою жизнь, духовную жизнь, ослабить нашу церковь больше, чем прямые сатанинские атаки. Потому что Иисус говорит здесь, что Евангелие это воздух христианина. И проповедь Евангелия это смысл его жизни, ради чего он живет. Он говорит здесь, но благодарение Богу, который всегда дает существовать нам во Христе Иисусе, и благоухание познания себе распространяет нами на всяком месте, во всяком месте. Ибо мы, Христово благоухание Богу спасаемых и погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? А тот, кто идет за Иисусом, тот и способен. Благовестие это естественный процесс для христианина, потому что он живет с Богом день за днем. Это духовная дисциплина, которая настолько врослась в его жизнь, что он по-другому даже не мыслит и не видит себя. Это его ежедневное поклонение Христу, ибо от избытка сердца говорят уста, если в моем сердце живет Христос, то я не могу молчать о нем. Подобно как Синедрион наказал апостола, сказал, не говорите никому об имени Иисуса. Что же они ответили? Мы не можем не говорить о том, что мы видели и что слышали. Апостол Павел, в котором он поставил Тимофею, говорит такие слова, глава 2, стих 19. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих и доступит от неправды всякие исповедующие имя Господа. О большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, глиняные, и одни в почетном, другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Сам Бог меняет нас так, чтобы сделать нас сосудами чести, потому что настоящая жизнь – это быть в эпицентре Божьей работы, где Бог меня преображает, уподобляет меня Христу и тогда начинает работать через меня. В нашем тексте сам Господь обещает нас изменить. Не они себя сделают ловцами человеков, не с помощью методик, механизмов, каких-то психологических уловок, спецпроектов, революционных подходов, но перемена их жизни, сердца, сущности, природы их существования. Они будут исправить Божью славу через свою жизнь, где бы они ни были. Подлинный христианин – это тот, кто спасатель душ людей. Если, брат и сестра, в твоей жизни нет еще ни одного человека, который мог бы сказать в этом собрании, «Я уверовал благодаря Божьей работе через этого человека». Тебе нужно сегодня молиться, тебе нужно о этом конгрессе размышлять. Бог избрал тебя, чтобы спасать других. И это не только для спецмиссионеров, не только для одаренных благовестников, но и для тебя. Твое спасение не ради поддержания нравственности, не ради спасения твоей собственной души, не какая-то подпорка в этой жизни, не ради благополучия твоей жизни, а ради спасения других. Вот таких вот безымянных – Федоров, Васильев, Марий, Ань, вот ради таких людей, за которых ты сегодня не молишься, о которых ты сегодня не думаешь и не рассказываешь, и не приглашаешь. Жизнь настоящая проходит мимо. Когда мы выходим из этой зоны комфорта, мы попадаем в зону чудес, там, где Дух Святой работает могущественным образом, там, где совершается Божья спасительная работа, там, где мы становимся соучастниками красоты Божьего спасения и искупления, там, только там есть и будет настоящая жизнь. Настоящая жизнь – стать ловцом человеков. И сегодня Господь Иисус, подобно как когда-то в той далекой Галилее, в Древней Галилее, проходит по нашим рядам и обращается к тебе и ко мне. Кого мне послать? И кто пойдет для нас? Кто желает жить настоящей жизнью? Кто последует за мной? Помню, что когда я еще жил в Новосибирске и был в церкви на улице Каменская, то у нас проходили церковные собрания даже по субботам, такая довольно старая церковь, у них были собрания в четверг утром, в субботу было собрание, в воскресенье два. Я помню, проходя через парк, там центральный парк совсем рядом с церковью, то я краем глаза так увидел человека, сидящего на скамейке. Мне он показался немного странным, и у меня появилось побуждение в сердце подойти к нему. Когда подошел, то моему взору открылась довольно ужасная картина на его обеих руках. Я увидел страшные порезы, он пытался себе резать вены. Раны были очень глубокие, но крови было совсем немного, кажется, что он не все перерезал себе. Я подошел к нему и спросил у него, что случилось, в чем проблема, может ли чем-то помочь. Он совершенно игнорировал меня. Я сел с ним рядом и сказал, знаешь, я не могу уйти, видя то, что происходит. Сказал, как меня зовут, откуда я. Мы с ним просидели минут, наверное, 15. Он не проронил ни одного слова. Потом повернулся и сказал, чего тебе надо, отстань от меня. Он сказал ему, знаешь, как я могу отстань от тебя, когда я вижу у тебя такая тяжелая ситуация. Как тебя зовут? Что происходит? Он приставился, его звали Николай. Он недавно вернулся из тюрьмы. Снова стал жить блудной жизнью. Пришел к своей, как он назвал, любимой женщине, которая стала требовать от него доказательств его любви в виде разного рода подарков. Сначала он все ей покупал, что она просила, но потом у него кончились деньги. Попросил он ее, чтобы она дала ему время подзаработать. Она ждать не хотела. Требовала, чтобы он четко ответил. Сказал, что ты же из тюрьмы, ты можешь убить и украсть. Неужели ты не мужик? Сделай это. И он сказал мне, что, знаешь, я в тюрьму больше не хочу. Но ее я очень сильно люблю. Поэтому я решил закончить свою жизнь. Вот уже три дня не ем, пытался резать себе вены. Не получается. Сейчас пойду повешусь. И достал из кармана веревку. Когда человек так говорит, это понятно, что он хочет жить. Он не знает, что делать. Я спросил у него, читал ли он когда-нибудь Библию. Он сказал, что он читал. Наши братья приезжали туда, в эту зону. Мы стали с ним снова читать Библию, которая была у меня в руках, потому что я шел на собрание. Мы читали, наверное, часа два. Я ждал реакции, что он скажет, я хочу покаяться. Он сказал, я хочу есть. Там недалеко, в этом парке было много мест, где продавали разного рода пищу. Мы подошли к ним, к одному ларьку. Я купил ему бутерброд. Дал ему, сказал, на, Николай, кушай. Помолись. Он сказал, я никогда не молился, что это такое, не знаю. Он сказал, ну скажи, просто Господи, благодарю за бутерброд. Господи, аминь, не скушай. Он так и сделал. И съел его довольно быстро, просил второй. Глаза у него так немного ожили. Подобно как у Инофана. Помните, когда он покушал меда. Несмотря на запрет своего, глупый запрет своего отца. Мы с ним еще читали Библию. Собрание уже кончилось. И братья, наверное, там уже были в негодовании. Под конец он сказал, пойдем снова к этому киоску. Мы подошли к этому киоску. И он сказал, что он хочет помолиться Богу. Мы с ним зашли за киоск, там, где было чуть-чуть так не очень многолюдно. Встали на колени, он повторил молитву покаяния. Он на самом деле рыдал. Мы с ним пришли в здание церкви. Уже никого не было. За счетом пары бабушек, старец. Одна из них взяла его к себе домой. На следующее утро к нам на собрание пришел приятный и опрятно одетый молодой человек. Он вышел вперед перед церковью и сказал, «Братья и сестры, Бог вчера нашел меня. Позвольте мне помолиться и поблагодарить Бога за это. Я хочу рассказать о нем другим». Друг мой, вот такие Николайи, может быть, безымянные для тебя сегодня, живут совсем рядом с тобой и со мной. И сегодня ради таких Ал, Марий, Вер, Петров, Владимиров, Бог нас собрал здесь. И сегодня ради таких людей Бог нас продолжает учить. Слава Господним верю я, 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 Слава Господним верю тебя,